Область знаний Сегодня я постараюсь представить в таком сжатом, но при этом увлекательном формате небольшой курс о любви Но даже сказать не просто о любви, а о том, чем была любовь и брак в истории человечества Потому что нам может казаться, что что может быть более естественным и таким неизменным, как любовь Но на самом деле это большой путь, который люди прошли в других своих проявлениях В науке, в политике, в цивилизации Любовь тут не стала исключением Человечество чему-то что-то проходило, что-то получало, что-то теряло, чему-то училось И история имеет смысл в целом, а возможно это именно так То, как люди разной культуры, цивилизации, разной личности пытались любить, пытались как-то жить в этом Взаимодействовать друг с другом, что-то терять и не отчаиваться Это всё проливает смысл на многие узловые моменты всей человеческой судьбы, всей человеческой истории Начнём с самого начала Поговорим именно о заре человечества Всем более-менее известна родина человечества, скорее всего, Африка Вся эта история про приматов, про то, как предки хомо сапиенса делились от... В какой-то момент их общий предок отделился от такой ветви, где сейчас вот шимпанзе и бонобо Вот, как люди постепенно, предки людей перешли от жизни на деревьях в жизни к прямохождению, к жизни в саванне, к охоте на... Как человек стал хищником, как стал охотиться на других зверей, как появились орудия труда, как появилось командное взаимодействие, коммуникации Что в итоге делало человечество уникальным видом, который расселился по всей земле и стал, так сказать, чем-то отдельным от общего царства животных Я тут не буду вдаваться в эти подробности, но подчеркну вот некоторые важные вещи с точки зрения именно темы того, о чём мы говорим В те сотни тысяч лет, да, даже сотни тысяч лет, когда люди стали отделяться от других приматов, стали отличаться, да, не отделяться, а отличаться Надо почнуть несколько вот таких вот вещей, да Во-первых, снижение внутрегрупповой агрессии, особенно, так сказать, из-за конфликтов из-за самок, да, как бы сказать, повышение роли кооперации И умение договариваться между разными, так сказать, членами стаи сообщества у предков людей Увеличилось количество времени, которое нужно детёнышу, чтобы стать взрослым Это годы, да, и это повышало требования к заботе о нём со стороны родителей И чем дольше самки заботятся о детёныше, тем больше им нужен не агрессивный альфа-самец-осеменитель, а тот заботится именно о них и о ребёнке Это один из путей, которым происходило восстановление очень важной пары – мать-отец-ребёнок Тут ещё второй, как сказать, компонент этой истории – это то, что у людей, в отличие от шимпанзе, да, вот как и от их достаточно близких родственников эволюционно У самок скрытая овуляция Это приводит к тому, что нет вот этой вот, когда как бы вот у самок шимпанзе овуляция, за неё идёт охота, да, как бы между самцами, да, кто первый там, кто с ней переспит Или даже много их переспит, да, вот, а результат этого становится, кстати говоря, никто неизвестно, кто отец И начинается инфантицид в итоге, да, то есть как бы альфа-самец, он как бы убивает детей, чтобы как бы уже неизвестно, его они или не его и так далее Если легко определить время овуляции, то, в общем, зачем вот это всё происходит, а потом зачем обращать внимание вообще на жизнь самки, это не нужно А если её по внешним признакам определить сложно, то партнёры будут как бы заботиться о ней и получать, собственно говоря, близость с этой самкой Совершенно в любое время, в регулярное время, помимо выкармливания потомства А другие самцы уже будут гораздо меньше обращать внимания на самку И в этом скрытая овуляция, она как бы помогает заботе о потомстве, помогает вот этой триаде отец-мать-ребёнок и как бы способствует на ногами Не приводит к ней, как к чему-то гарантирую, но даёт некоторый большой для этого шанс А, соответственно, для самки становится важный момент выбора партнёра, для самца и для самки, да Потому что это не просто как бы переспал и убежал в кусты, да, а дальше ты выживаешь как бы вместе, ну, в общем, в стае, как сказать, в зависимости от как бы повезёт Вообще твоя жизнь зависит именно от большой стаи, да, и твоя жизнь, жизнь ребёнка твоего зависит именно от твоего партнёра И тут вот включается тот механизм, о котором я уже говорил коротко, это вот именно социальное доверие, да, как сказать И, собственно, разговор, да, собственно, один из драйверов появления языка – это именно репутация Это не просто как бы давать друг другу команды во время охоты, это, конечно, тоже важная вещь, но сплетни и репутация, да То есть как понять, как бы, кто тут умный, кто добрый, кому можно доверять Без разговора тут сложно обойти Про образ любви и про образ разговора, они лежат примерно, ну, во многом в одной плоскости Теперь вот очень ещё важный момент, который влияет на любовь, да, это и вообще на жизнь человека Тут в начале 90-х годов учёные, нейробиологи, биологи, они обнаружили очень важную роль Определённых групп нейронов, ну, нервных клеток мозга, да, вот наверняка говорили, это называемые зеркальные нейроны Вот эти самые зеркальные нейроны – это психофизиологическая основа очень важной способности человека В принципе, они есть у всех млекопитающих, но именно в процессе эволюции у людей, у предков людей Они очень сильно развелись, и, собственно, во время воспитания, это особо важно Что дают эти зеркальные нейроны? Они дают вот эту самую способность смотреть на другого человека своего вида На другого как бы члена своего вида и понимать, что с ним происходит Это, с одной стороны, про эмпатию, с другой стороны, это именно про социальное, любое социальное взаимодействие Ты смотришь на человека, эти нейроны, они, так сказать, во многом дают и работают эту самую интуицию Твой мозг, ты на человека и всмотришь, посматриваешь, да, и по каким-то косвенным признам, которые сознание не успевает Даже, так сказать, рациональные, вот, как сказать, участки мозга, отвечающие за рацию, не успевают обработать Ты понимаешь, что с ним происходит Он волнуется, будет ли он тебе угрожать, готовится ли он вытащить топор, да Вот, или, как сказать, он тоскует, он радуется и так далее И зеркальные нейроны так работают, что вот это понимание того, что происходит с другим Оно реализуется через симуляцию вот этих процессов на тебе, да И поэтому люди плачут с теми, кто плачет, и смеются с теми, кто смеётся Почему я говорю, что у людей в процессе эволюции они особенно развелись? Потому что именно общение матери-ребёнка и общение ребёнка с другими людьми в детстве, раннем Оно как раз и учит его вот это самое понимание вообще, что как бы, что с другим происходит и эмпатии Ребёнок понимает, что происходит с матерью, мать понимает, что происходит с ребёнком и так далее Дальше это идёт как бы шире в всём обществе Причём тут любовь, да, так сказать, она тут важна, потому что психологическая основа любви Вот, ну есть опять же вот там нейромедиаторы, дофамин, окситоцин и так далее, да Но помимо всего прочего, благодаря зеркальным нейронам, когда вот раз начинается вот это вот Понимаешь, что вот этот самый человек, да, вот эта люблённость начинается Ты смотришь, смотришь в глаза, поэтому любой из первого взгляда это не метафора, да И вот эти вот зеркальные нейроны двух людей, как сказать, они синхронизируются некоторым образом, да И ты абсолютно, как сказать, чувствуешь и видишь другого человека, и с ним начинаешь как бы синхронизируешься, составлять одно И его как бы вот благополучие, его как бы чувства и все с ним происходят для того, кто любит Они становятся не менее важны, чем собственные, да И так двое становится одним, контакт через мозг, эркальный нейрон и взгляд, он даже предшествует сексуальному контакту Который людей, естественно, ещё больше изближает, да Так, собственно говоря, существовало уже в каменном вете, в палеолите, да То есть до неолитической революции, да Фундаментальные вещи вот этого взаимного доверия и любви, и как бы они уже были заложены тогда Но одно дело всё-таки любовь, как бы брак, это всё-таки именно социальный институт Это принципиальный момент, да И брак как союз, ну, мужчины и женщины, прежде всего, да И уже homo sapiens, мы говорим, уже даже при неандертальце тут сложно судить Потому что мы о них много знаем, но про их семейные отношения мы знаем недостаточно Что тут самое главное, да? Брака нет у приматов, это признак цивилизации Второе, брак универсальный для человеческих обществ Антропологи не нашли ни одной культуры или племени, там, народности в мире Из многих тысяч, где бы его ни было, да Это какая-то некая базовая вещь, которую структурирует общество Любовь на заре человечества Область знаний Брак устроен по стродиям, сложным и при этом сильно отличающимся у разных народов правилам Да, кто может, так сказать, как бы родственники какого уровня могут жениться без инцеста, да Там, у кого живут молодые, да Там, у родителей невесты или у родителей жениха Можно ли выходить замуж за брата, как бы, когда другой брат умер Или нельзя, или, наоборот, это обязательно Полигамия, моногамия, полигиния, так сказать, возможность брать нескольких жён и иметь нескольких мужей Моногамия, как бы, самым распространённым, но не абсолютной нормой И многомужние, но многомужние – это редкий случай, как обычно в высокогорных Вот, но это уже детали Важно другое, почему вообще брак изначально появился? Для борьбы с инбридингом, для того, чтобы, как сказать, люди не вырождались Потому что исходно первобытные люди жили небольшими группами Жён, да, именно обычно именно жён Надо было брать у других, у другого племени, у соседей, да И это стало основой всех основных взаимодействий между человеческими группами Да, и войны, и торговли Соответственно, вот эти все знаменитые мифологии, эпизоды про похищение собинянок Да, как сказать, когда на обеде С другой стороны, это именно форма обмена, да То есть вообще есть теория, что основой первой, как бы, торговли Вот, это был именно брак, да То есть первым товаром были именно женщины Экстравагантная теория, вот Но принципиальный момент тут какой? Что вот в этом браке, как он появился, у любовь Этот самый такой важный момент, мы ещё будем не раз возвращаться Любовь, речь не шла Брак, прежде всего, форма взаимодействия между большими социальными группами Между родами, да, значит, решает племя и родственники Кто на ком женится, на каких условиях и так далее Брак – это, скажем, такой инструмент какого-то большого обмена дарами, товарами, политической властью, экономическим влиянием Да, это форма союза, да, то есть как бы брак – это функция, да, скажем так Да, то есть как бы вот брачующиеся, они просто выполняют эту функцию, да, они просто элементы в структуре Так, если так совсем так жёстко сказать До появления, собственно, массовой товарной денежной экономики Именно браки были ключевым элементом накопления богатства Да, то есть именно вот, так сказать, передачи, да, то есть там на бирже играть нельзя Торговля особо не развита, да, соответственно, промышленности нет, да А вот передачи как бы вот через придан или через колым, там, в зависимости от общества, да Через деньги, которые платят за невесту или деньги, которые вносит, невеста приносит с собой То есть родня невесты – это как бы главные деньги Ну, главные деньги, а это не деньги, но обязательно деньги – это именно скорее какие-то вещи, да Да, наследование, да, брак вместе с правилами, кто на ком может жениться. То, чьи родственник, это первичное отношение, да, как сказать, и свойственник, да, то есть как бы вот брак выделяет как бы отдельную вот еще группу свойственников, да, то есть есть родственники по крови и родственники по браку. Да, он вот эту карту социальности в пространстве выстраивает, и одновременно он, так сказать, выстраивает преимущественность во времени, да, то есть как бы появляется вот эта ось, или, так сказать, цепочка предки-потомки, да, и наследование. Важна не любовь, а важно, кстати, правило наследования, да, Кто твой наследний? Любовь на заре человечества. Область знаний. Это вот такие универсалии человечества. А так-то как бы вариантом бывали братья без сожительства, братья с мертвецами, однополые братья, несколько отцов и ребёнка. Есть общество, где отношения с дядей гораздо более близкие, чем отношения с отцом и так далее. Я бы даже больше скажу. Если вот смотреть на это с точки зрения философии истории, то вот есть три силы. Это любовь как… Любовь-привязанность, любовь-забота. Любовь-дружеская – это примерно одно. Разными словами, но примерно одно выражается. И у неё один психофизиологический механизм, кстати говоря. Есть романтическая любовь. Это вторая сила. Есть любовь-забота, любовь-дружеская. Когда человек на тебе тепло, близко, ты о нём заботишься, он о тебе заботится. Есть любовь романтическая, опять же, со своей особой психофизиологией. Там как бы ты волнуешься, ты готов умереть, ты готов убить, у тебя нет жизни без того, кого ты любишь и так далее. А тут, кстати, был большой спор. Среди учёных является романтическая любовь чисто придумкой, выдумкой людей Запада, или она универсальна. И, в общем, скорее мощно доказать тому, что во всех культур, ну, в большей части культур мира, известных учёным, исторически и современности, есть романтическая любовь. Вот, это не то, что на Западе придумали. И третья сила – это, собственно, влечение. Как бы слово «секс», оно очень новое, оно появилось вообще, действительно, только в Европе. Но понимание, что есть как бы половое влечение, как некая сила, причём такая сила, амбивалентная сила, которая одновременно живительна и одновременно опасна, одновременно священная и богохульна. Да, вот это такая вот её амбивалентность, кстати говоря, вот такая большая вещь. То, что с ней надо, в общем, осторожно, и романтическая любовь тоже касается. Так вот, любовь-привязанность, романтическая любовь и влечение. Вот эти три силы ни в одной культуре мира, так сказать, нету вот такого, они не пребывают в таком гармоничном соположении, да. Они всегда находятся в конфликте. И все культуры мира, каждая по-своему пытается решить вопрос, как вот эти три силы сочетать, да. Типа, брак у нас – это романтик плюс секс. Или, наоборот, брак, секс – это у нас не брак. Жена, она не для этого, в общем, да. То есть жена для заботы, для передачи наследства и так далее, для воспитания детей. А все эти приключения или романтика, она вне брака, да. Или, наоборот, романтика именно в браке, как в Европе, о чем мы будем говорить и так далее. Или вообще секс не нужен. Есть такое решение. Или любовь не нужна. В общем, вот это вот та драма, которая и то, как сказать, иногда драма, иногда трагедия, которую проходят все узельственные нам общества в истории. Рассказывал социальный антрополог, старший научный сотрудник Института исследований культуры Высшей школы экономики Артем Космарский. Область знаний.